Привет, дорогие друзья! Вот что не говорите, а все сегодня крутится вокруг конфликта президента Зеленского и главкома Залужного. Эту новость украинские СМИ обговаривают уже целую неделю. Главный редактор издания «Цензорнет» Юрий Бутусов на своей странице в Фейсбуке сделал пост о том, что в ближайшее время у Владимира Зеленского состоится заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, посвященное увольнению главкома ВСУ Валерия Залужного. По словам журналиста, на этом же заседании будут обсуждать назначение нового военного руководства. И среди кандидатов на замену Залужному фигурирует глава ГУР Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками Александр Сырский. По словам Бутусова, текст указа президента об увольнении Залужного был подготовлен еще 29 января, когда СМИ написали о снятии главкома. Сейчас Зеленский убеждает всех поддержать его решение, чтобы это была общая позиция Ставки. Ранее украинские СМИ писали, что глава ГУР Буданов и тот же генерал Сырский были против отставки Залужного. Также, по словам Бутусова, на Банковой активно идут обсуждения касательно продвижения на высшей должности двух десятков командиров ВСУ и Носгвардии. Бутусов отметил, что проводятся широкие консультации по поводу того, какие именно командиры имеют сильную репутацию в армии и на какие должности их можно назначать. Кроме того, об отставке главкома все чаще и чаще начала писать западная пресса. Многие статьи сводятся к тому, что Зеленский очень хочет поменять Залужного, но пока отложил это из-за поднявшегося шума в СМИ, а также из-за отсутствия пока явных кандидатов на должность главнокомандующего. Многие издания пишут о том, о чем писали ранее и наши СМИ, что и Буданов, и Сырский отказываются занимать эту должность. Также многие западные СМИ написали о том, что Залужный, сам писатель рапорт об отставке, отказался. Однако, во всем этом важен и другой момент. В статье Британский Таймс говорится, что против отставки Залужного выступило высшее командование ВСУ, а также международные партнеры, включая США и Великобританию. Британское издание написало, что во всем этом важен и другой момент. В статье Британский Таймс говорится, что Зеленский должен понять, что военные доверяют Залужному. И если президент хочет, чтобы военные доверяли ему, то тогда ему нужно научиться доверять Залужному. Сейчас многие открыто говорят о том, что, учитывая тяжелую ситуацию на фронте, где почти по всей линии атакуют россияне, конфликт между президентом и главкомом может резко ухудшить положение Украины. Может возникнуть политический кризис из-за противостояния военного командования и политического руководства страны. Нужно отметить, что сейчас многие говорят о том, что наши западные и американские партнеры требуют от Зеленского все-таки провести президентские выборы. Понятное дело, что никто не хочет иметь дело с нелегитимным президентом. И тогда перед Зеленским на первый план выходит задача решить проблему Залужного. Так вот, многие говорят о том, что если Зеленскому удастся по-тихому спровадить Залужного в отставку, то тогда президент может планировать проведение выборов уже в этом году. Также многие политические эксперты говорят о том, что Зеленского очень волнует растущий рейтинг главкома. А поэтому, отправив его в отставку, он надеется, что главком уйдет как бы в небытие. То есть он не сможет себе зарабатывать рейтинги, как действующий военный руководитель. В общем, жажда власти и тщеславия кому-то запеленила глаза. А в интервью британскому изданию Sun президент заявил, что главком чересчур много занимается политикой. То есть получается, что по основной деятельности как главнокомандующему у президента к нему претензий нет. Но не нужно забывать еще об одном очень важном моменте. В случае отставки главкома неизвестно, как поведут себя те военные, для которых Залужный был большим авторитетом. И, наверное, именно для них Залужный сделал вот такое коротенькое обращение. Ну что вы там, обесрались, мабуть? Не сците, батько с вами. Также сейчас в определенных кругах есть мнение, что если президент не уволит главкома, то это будет воспринято в обществе как то, что президенту армия уже не подчиняется, и он не может сменить там командование. А вокруг Залужного начнут постепенно концентрироваться политические элиты и возникнет ситуация фактического двоевластия. Причем с перспективы развития не в пользу для Зеленского. В то же время за всеми этими политическими моментами и интригами не стоит забывать о главном моменте, о ситуации на фронте. А она может повлиять на очень многое. Тем более, что сейчас ситуация на фронте очень непростая. Если, например, после отставки Залужного украинская армия будет вынуждена отступить с ряда позиций, то в этом будут уже обвинять лично Зеленского. Точно так же, как и Зеленский станет ответственным за ужесточение мобилизаций и за многое другое, что по итогу само по себе может вызвать серьезное напряжение внутри страны. К слову, то, что Сырский и Буданов отказались от должности главкома, также довольно показательно в этом плане. В любом случае, становящийся все более очевидным конфликт между главкомом и президентом, вряд ли будет работать на укрепление боеспособности украинской армии и на поддержание боевого духа в украинском обществе. А теперь я хочу, чтобы вы послушали, что об этом думает говорящий глава Офиса президента Михаил Подоляк. Для меня, в целом, загадково выглядит. Все же таки, это вертикаль президента, это менеджер президента и менеджер Головком. Я в целом говорю. Это его вертикаль, и безусловно он обеспечивается войной в рамках верховного главнокомандующего. Ну, в форматі, и безусловно он может ставиться до тих чи інших подлеглих, выставляючи им певні завдания, отримуючи певні результати, давать оцінку цим результатам и так далее. Я, честно говоря, завжди не совсем понимаю, а в чому тут проблема? Это же не политичный процесс, это же не политичная конкуренция, это же война. Можем оценить, что сьогодні відбувается, можем оценить эффективность продолжения тих чи інших дій, маємо оценить сценарьні плани на завтра, післязавтра, маємо оценить можливість отримання тієї чи іншої МТД, ну, мається на базі матеріально-технічної допомоги, від країн-партнерів, маємо оценить сценарий війни в целом, які нам потрібні технологічні рішення, і це все маємо робити там в рамках ставки військового кабінету. Ну, президент має це робити, як верховний главнокомандующий. Так само він має надавати ту чи іншу оцінку своїм підлеглим, не більше того. І це нормальна була б дискусія в рамках от саме війни, як такої. Але ми з вами побачили в поліцитут не стільки про війну, скільки про політичну конкуренцію. А для мене це взагалі дивно, тому що під час війни політична конкуренція, тим більше на рівні там армія, ну, скажімо, там, генералітети і політики, ну, це якось виглядає так собі. Вот так от. Для этого долбодятла главнокомандующий являється рядовим менеджером, от заміни которого в нашій армії нічого не поменяється. Він даже не понимає или просто не хоче понимати, що все може поменяться. І поменяться в худшую для нас сторону. Понимаєте, друзі, що лично мені не нравится во всей цій мышційній возні вокруг Валерія Залужного. Президент є верховним главнокомандуючим. І він, безусловно, своїм приказом може уволити главнокомандуючого. Вопросов нет. Але я не вижу самого главного. Вот скажіть, отставка главкома в нашій армії що-то поменає? Нас що, після його відставки жжуть якісь явні улучшення? Може, прийдет новый главком і ми зразу відбросимо врага і перейдемо в контрнаступлений? Нет, конечно. І ли, може, після відставки Залужного ми зразу получимо від наших партнерів дуже багато оружію? Опять нет. І ли, може, після відставки Залужного може місцево рвануть в военкомат для того, щоб добровольцами пойти на фронт? Конечно, нет. Вот і задайте себе вопрос, тогда зачем і кому потрібно відстріляти главкома? Друзі, пойміть правильно, я не ідеалізую Валері Залужного. У нього теж є недостатки, і він теж допускає якісь інші відсців і просчетки. Але тут просто потрібно понять, що після його відставки ніяких змінень в лучшую сторону в армії просто не буде. Понимаєте? Ніяких качественних зміненьків в армії не буде. І якщо все-таки Залужного відстрілят відзанимаємій должності, то вспомните мое слово, от цього нашій армії буде тільки хуже. Ну і вот вчера поздно вечером пришло сообщення о том, що состоялось засідання Ставки, і несмотря на многочисленні прогнози, вопрос об відставці Валері Залужного на нем даже не рассматривался. Сообщалось, що главком Залужний і командуючий по направліям проінформувало Белий Дом о том, що президент Владимир Зеленський решив уволити своєго главного воєнного командуючого генерала Валерія Залужного. І це стане найзначимою кадровою пересонокою за всю войну. Також іздання сообщило, що американські чиновники не підтримували це решення, але не розмовляли проти нього. По їх мнению, це право Зеленського приймати подобні рішення. Ну що, друзія, а нам с вами остається наблюдається за тем, що буде далі. Одно можу сказати точно. Похоже, завтра в Москві буде більшій банкет. Ну а тепер я хочу обратити ваше внимание на одну інтересну деталь. В последнее время в наших СМИ все чаще и чаще начали говорить о возможності повторного наступления на Київ в войск РФ. Говорят об усиленном строительстве на северной границе укрепрайонів і т.д. і т.п. Вот і вчера поступило ще одне очень интересне заявлення. Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко допустил новое наступление РФ на Київ. Об этом он сказал в интервью журналисту Дмитрию Г. На вопрос журналиста допускает ли генерал очередную попытку захвата столицы Марченко ответил что допускает все. Генерал заявил что для этого у россиян есть и силы и средства и количество. При этом для них потерять 30-40 тысяч человек не проблема. Также по мнению генерала сейчас не нужно расслабляться потому что россияне ушли не просто так обратно просто так никто не уходит во время войны они отошли для того чтобы переоценить обстановку сделать выводы перегруппировать войска и снова пойти на Киев а поэтому по мнению генерала мы должны сделать все возможное чтобы подготовиться к этому следует отметить также что буквально на днях наступление на Киев в этом году допустил начальник штаба Азова Богдан Кратевич по его мнению атаки могут произойти как со стороны Черниговской и Сумской областей так и с территорий Белоруссии ну и также недавно газета Financial Times написала что Российская Федерация может планировать на лето новое крупномасштабное наступление по всей линии фронта и возможно под Киевом согласитесь друзья нам с вами не совсем приятно слышать такие новости ну а на этом у меня на сегодня пока все кто еще не подписан обязательно подпишитесь на мой канал а также прошу вас подписаться на мой телеграм ссылка находится в описании внизу под этим видео всем всего самого наилучшего и до новых встреч